Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Mazda CX-60. На видео автомобиль в комплектации Hi с бензиновым мотором объёмом 2,5 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля – белый перламутр. На автомобиле установлен пластиковый обвес чёрного цвета по периметру кузова. Колёсные арки декорированы чёрными пластиковыми накладками. Диски литые, 20-дюймовые, с шинами размерностью 235 на 50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащён панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащён системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперёд и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Слева от руля расположен блок управления памятью водительского кресла. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Автомобиль оснащен системой автоматического управления дальним светом. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманный фонарь. Указатели поворотов, левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Спереди находится камера переднего вида. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 180 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в левом фонаре. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка активации комплекса систем активной безопасности iActiveSense. Кнопка включения парктроников. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопка «Инфо» отвечает за управление маршрутным компьютером. Кнопка «Инфо» отвечает за управление круиз-контролем. Кнопка «Инфо» отвечает за управление круиз-контролем. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В автомобиле установлена премиальная акустическая система Bose с 12 динамиками. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Автомобиль оснащен навигационной системой. Карты покупаются отдельно. Автомобиль оснащен проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Автомобиль оснащен системой предупреждения о перекрещивании траекторий при движении вперед. Автомобиль оснащен системой слежения за полосой движения. Автомобиль оснащен системой слежения за полосой движения. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Автомобиль оснащен системой автоматического экстренного торможения при движении назад. Автомобиль оснащен системой удержания в полосе движения. Автомобиль оснащен системой слежения за состоянием водителя. Автомобиль оснащен парковочными датчиками спереди и сзади. Автомобиль оснащен системой предупреждения о превышении заданной скорости. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера. На дисплей можно вывести информацию о текущем состоянии автомобиля. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка SYNC синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения электрообогрева руля. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Передние кресла оснащены вентиляцией. Вентиляция трехрежимная. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен отечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрены два USB разъема формата Type-C и слот для SD-карты. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрена розетка на 12 Вольт и беспроводная зарядка. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Предусмотрены четыре камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Normal, Sport или Offroad. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Задние сиденья оснащены трехрежимным подогревом. Для пассажиров предусмотрены два USB разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком и освещение. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 570 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. В оснащении багажника предусмотрена розетка на 12 вольт и освещение. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Автомобиль оснащен системой быстрого сложения сиденья из багажника. Задние сиденья складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычажок. Задние сиденья складываются без ступеньки. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 1726 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 58 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2,5 литра. С отдачей 192 л.с. Мы с вами осмотрели кроссовер Mazda CX-60 в комплектации Hi. С бензиновым мотором объемом 2,5 литра. С полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Mazda Автомир Ярославское шоссе. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok